и снова здравствуйте друзья с вами снова валерий и снова разговор об альтернативе на этот раз разговор будет о бензиновой альтернативе в данном случае на столе у меня посылка от андрея черновцов и в этой посылке должен находиться сгоревший статор от бензогенератора значит по умолчанию статор намотан на трехвазную сеть нам его нужно перемотать в однохвазную то есть трехвазного сделать однохвазный генератор честно говорю я не знаю как это сделать но этому человеку я не смог отказать поэтому я думаю мы пройдем этот путь и мои зрители пройдут его вместе со мной в общем кому интересно смотрим погнали как обычно сначала скрываем и смотрим что здесь первое что бросается в глаза здесь алюминиевая обмотка то есть нужно будет сделать перерасчет на медь это раз ну а все остальное бог его знает как она здесь и что всем будем разбираться так это четыре провода на верку это заряд аккумулятора скорее всего а это наши выход 3 вас и наверное 0 скорее всего так 0 3 фазы значит прежде всего записал от видим прям на статоре написал где какие провода откуда выходят здесь фазные здесь вот написал зеленые и на верку фишка далее вытащил все фиксаторы они нам будут еще нужны впоследствии фиксировать катушки ну а теперь будем искать где здесь в данном случае конец обмотки и будем постараемся во всяком случае вымотать разобраться с какого какой паз что намотана и как намотана в общем головоломка попробуем с ней разобраться значит интернет нам помощь и у нас еще есть звонок другу это звонок валентину он обмоточник и я надеюсь что валентин поможет в общем друзья за целый день я эти катушки отсюда вымотал ну честно скажу голова кругом и так ничего еще толком и не понял вот зарисовки самая крутая здесь намотана вторая фаза и здесь три фазы вот вторая без проблем все там непонятно все никаких проблем значит первая это это что-то намотана в два провода значит не пойму обмотка возбуждения и от какого вывода там еще берется отвод ну в общем я еще не разобрался вот это именно первая фаза на столе вот так она выглядит это капец значит с третьей фазой да там и тоже был такой нюанс в третью фазу вот он провод на заряд аккумулятора ну вот мне его пришлось отдельно смотать чтобы понять как она там все сделано в общем проблема разобраться с первой фазой я думаю если я с ней разберусь то принципе принципе все все должно бы срастись и дело в том что владелец этого генератора просит намотать его однофазным значит я уже с интернета здесь поскачивал возможные варианты скорее всего это будет что-то что-то так это не то это вот так скорее всего это будет вот так однофазный вариант но нужно еще просчитать количество витков и просчитать откуда и куда какие выводы и откуда отводы сделать чтобы работала в арка в общем чтобы разобраться с тем что здесь китаец намотачил пришлось использовать как помощь зала такие помощь друга значит помощь зала это интернет и собственно нашел я там канал называется казахстанец в украине ссылка на тот канал внизу в описании под моим видео но самую большую помощь оказал валентин с молдовы ссылку на канал валентина также смотрите внизу в описании под этим видео валентин профессиональный обмоточник помимо всего этого его хобби делает крутящие ветрогенераторы так что заходите на канал подписывайтесь есть на что посмотреть так ну начнем наверное начнем наверное начнем наверное так видим здесь чего только нету так так наверное наверное начнем с того что генератор 5 киловаттный трехвазный но забираю вперед скажу что этот трехвазный генератор намотан ну мало того что алюминием но и диаметр алюминия 0 81 миллиметр то есть сечение этого алюминия 0 5 миллиметра откуда китаец взял 5 киловатт тем более намотана в один провод ну это просто китайские чудеса если использовать одну фазу с этого трехвазного 5 киловаттного генератора то есть по расчетам он должен быть по китайским расчета он бы должен выдавать на одной фазе ну примерно кило 600 там до кило 700 но с этим проводом максимум это кило 100 дальше уже все идет нагрев и довольно ощутимый даже при том что здесь стоит турбина ну явно его ее будет того потока недостаточно чтобы вот этого не было значит мотать будем однозначно медью в перерасчете ну скорее всего сделаем по максимуму то есть мы не будем делать перерасчет и делать еще тоньше провод но только всего что медный мы сделаем по максимуму что суда влазит то есть попробуем выдавить с него ну его полноценный генераторный режим кстати андрей попросил намотать его однофазным соответственно однофазный генератор по мощности будет меньше чем трех фазный ну причем 5 киловатт это при использовании трех фаз а при использовании одной фазы ну получается здесь 1 и 6 но вряд ли вряд ли их можно было полноценно использовать потому что с катушек шел дым мы попробуем мотать сюда провод ну как минимум сечением вдвое то толще то есть сначала я попробую 1 и 118 сюда упереть ну не знаю еще как это все получится но попробуем так а теперь что значит у меня получилось в общем не буду так особо здесь рассказывать значит это первая фаза это 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 другой генератор так ребят это не то так вот это вот вторая фаза вот благодаря второй фазе в принципе я все и высчитал значит во вторую фазу ничего не подмотана то есть она чисто чистая фаза была без никаких там дополнительных обмоток потому что в первую вмотана обмотка для возбуждения ротора в третью фазу вот она обмотка для заряда кб в общем все эти провода путались и сосчитать там что-либо разобраться тем более китаец умудрился даже провод который соседнюю там ячейку попал тут туда попал ночью китайцы умеют делать так чтобы их разобрать было сложно так и основной листик это уже листик с перерасчетами на однофазную цепь значит значит кстати вот этот трех фазная цепочка но только здесь вот тройками китайц намотал пятерками это мы убираем в итоге будем мотать вот так вот это однофазный будет у нас генератор то есть мотается как обычный однофазный двигатель только вместо вот синим цветом это пусковая обмотка место это синий пусковой обмотки мы замотаем сюда обмотку возбуждения и обмотку на заряда кб так держи главный логистик вот вот ребята вот этот тот главный листик где я лично как бы все это подсчитывал что и как и теме что намотать в общем вопрос покуда что еще остается влезет ли такое количество провода 118 в эти пазы ну попробуем это все запихать значит ситуация такая вот в общем 3 3 фазы было намотано пятерками вот 10 этих катушек ну который было там 24 в какой-то 20 витков 22 то есть средние 22 получается 220 витков получается на одну фазу значит сделал я перерасчет уже с этих трех вас на одну фазу кстати вот если еще один такой момент значит посмотрел на канале казахстане с украины где он рассказывает как правильно пересчет сделать с алюминия на медь значит перенул обычного весь пересчет делается по сечению то есть измерил я микрометру сечения голого провода алюминия получается 0 81 миллиметр сечение этого провода ну там 0 5 с копейками вот у меня есть такая умная книга времен союза и вот здесь у нее принципе можно все было математически посчитать pr квадрат сечение провода посчитать ну зачем напрягаться когда это все есть и вот видим провод 08 его сечение 0503 то есть 05 грубо говоря до перерасчете на медь вот это сечение 05 как говорит казахстанец с украины мы делим на 1 и 6 у нас получается провод сечением 0 3 и сечение 0 3 соответствует провод 063 по меди либо же второй вариант очень хитрый вариант очень простой не нужно вот эти вот таблицы не нужно высчитывать площадь круга то есть сечение даже не нужно знать эту математику просто берем диаметр исходящего провода алюминиевого делим на 128 и мы получаем сечение по меди и третий вариант третий вариант подсказал валентин этот вариант которым пользуется и лично валентин то есть нужно сечение вот этого провода 05 умножить на 5 и поделить на 3 снова же у нас получится вот это вот циферка то есть три варианта ну все они справедливые это то что касается перерасчета ну поскольку у нас здесь была двухслойная намотка а мы теперь то намотаем вот такую однослойную у нас благодаря этому паз ну я надеюсь что в этот паз все влезет что я задумал так по поводу обмотки возбуждения значит вот это а в арка ей нужно считывать два напряжения то есть напряжение с обмотки возбуждения и напряжение от которого откат отталкивается режим работы это я в арке то есть если есть просадка по напряжению то а в арка добавляет напряжение на ротор больше подмагничивания и тем самым идет стабилизация по напряжению на выходе значит напряжение возбуждения должно быть от 80 до если я правильно понял валентина где-то до 120 вольт но он говорит лучше немного опусти потому что ну в итоге в итоге я сначала посчитал по 90 вольт затем пересчитал витки первой фазы где умотан был этот провод здесь получается то есть я насчитал 89 витков в итоге здесь оказалось 84 то есть чуток на нижнее более низкое напряжение еще вот я посчитал нам нужен отвод от 16 витка это будет примерно 16 вольт то есть нам нужно два напряжения для работы аварки ну и еще нам нужна катушка для заряда кб и она же работает и вот это напряжение еще задействовано в стоп двигателя когда там масло ниже уровня там еще что-то то есть эта мотка также нам нужно хотя по факту мы ее не используем так ну и в данный момент осталось это все очистить по новой загильзовать и пробовать это все мотать в данном случае показана намотка шестерка но мы намотаем семерку то есть дополнительно еще одну катушку и витки которые нужно нам намотать на одну фазу мы распределим и на вот эту намотку значит в данном случае у меня только шесть секций а нужно еще седьмую значит вот здесь сейчас прокладываем картон это посоветовал валентин сверху картона делаем шестую катушку и седьмая будет у нас вот здесь так ну вот намотал семерку раз два три 4 5 6 и 7 там под низом еще одно так а теперь вот это все нужно уложить в паз и потом будет еще одна такая катушка ну вот друзья засыпал я первую катушку для меня такая работа это впервые ничего подобного ранее я не делал и скажу что запихать слона в этот статор довольно проблематично ну в общем что-то вырисовывается уложил фазную катушку покуда что вот так она страшненько выглядит на данном этапе и теперь нужно уложить обмотку возбуждения все катушки на своих местах ну и собственно осталось их скоммутировать ну что друзья я его намотал а вот победил ли этот бензогенератор останется покуда что под вопросом это уже будет известно после того как владелец этого генератора получит этот статор и поставить его на бензогенератор данный момент я уже все прозвонил все надеюсь что отлично во всяком случае на корпусе никаких замыканий нет то что должно звонится звонится ну и все данный момент окунаем влаг сушим и завтра отправим его владельцу пропитал запеклось намертво чем получилось то шикарно ну а как она будет это все работать под вопросом но надеюсь что владелец этого генератора пришлет нам видео ну какое будет сгорит знать сгорит то есть в любом случае на моем канале вы увидите любой результат ну вот друзья статор я запаковал он готов к отправке очень бы хотелось увидеть продолжение этого сюжета ну а там как получится на этом все надеюсь это видео для вас было интересным полезным всем здоровья мира добра хорошего настроения и до новых видео всем пока привет валерий вот собираем собираем этот вот его название будем собирать установил генератор прикрутил 4 болта закрутили 2 крепления сейчас еще закручиваем 2 подключаем право давали и будем пробовать попробуем его закрутил вот эти 4 все все три три фазы включил вместе три фазы включил вместе это все сделал эта штучка уже как бы ну все будем что-то пробовать включим 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 ну ну вольтметр свет лампочку ледовскую зажигает вольтметр не работает будем разбираться валерий пока но вроде бы эксперимент у нас практически удался вот я собрал этого пациента он уже собранный просили тест тестировать хочу вот тут она имеет 2000 ватт 2 киловатта имеет 2 и 2 ватт ветра дуйка и 2000 ватт фен 2 киловатта фен думаю что сильно роли не возьмет этот провод на себя бобины бы нету тройника у меня такого включил еще вот такой вот вольтметр вот другого у меня нету мультиметра мультиметр сгорел и относительно родного вот пробуем 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 подробуем Включаем ветродуйку. Максимально. Упала. Пошла нагрузка. Дует горячим. Включаем фен. А, фен включенный на продукцию. Первое положение. Пошла. Красавчик. Второе положение фен. Фен включенный. 4 киловатта. Сейчас 4 киловатта. Красавчик. Черный дым. Вот упала. Не нагружая его, дым черный. Сейчас дует только 2 киловатта. Дым стал меньше. Включил на 1 киловатт. Вот тут. Ровно половину. Рассадки. Ноль. Вот даже не чувствую. Даже не чувствую. 1-2 киловатта тянет ляля. Даже не прочувствую. Свет у меня, конечно, не ахтишный тут. Не видно сильно. Ну, судя по вот этим двум вещам, 4 киловатта в большую нагрузку он тянет. Конечно, сколько он протянет, неизвестно. Но, Валерий, просадки практически нету. Даже на 4 киловаттах. 1 вольт, 2 максимум вольта. Просаживается. Он. Значит, проволока четко. Ну, сколько он вытянет? По якорю. Вот там якорь. Алюминиевый. Это уже будет интересно, когда будет эксплуатировать его. Ну, я доволен результатом. А этот пациент, Валерий, так пока и висит. Висит, отдыхает, ждет своего часа.